Если раньше нужно было посетить налоговую инспекцию или направить туда комплект документов вместе с декларацией 3НДФЛ, то теперь для получения двух видов вычетов без такого порядка можно спокойно обойтись. Речь идет об инвестиционном налоговом вычете, на который претендуют граждане, заключившие с банком договор на ведение инвестиционного счета, и имущественном налоговом вычете, которым пользуется большое количество рязанцев. Что касается самого упрощенного порядка получения вычетов, то теперь он действует как бы в проактивном режиме. Что это значит? Налогоплательщик получает в личный кабинет на сайте налоговой службы предзаполненное, то есть частично заполненное заявление, которое он должен утвердить, и после этого уже идет проверка, его право, генеральная проверка на получение вычета. После этого, если принято положительное решение, в течение 15 дней на банковский счет, который указан налогоплательщиком в заявлении, будет перечислена сумма денежных средств соответствующая. Воспользоваться упрощенным порядком получения имущественного вычета можно только в случае сопровождения банком сделки купли-продажи недвижимости. В первую очередь речь идет об ипотечном кредите. Кроме того, упрощенным порядком можно воспользоваться, если, например, налогоплательщик при оформлении договора купли-продажи обращался в банк для получения услуги «Сервис безопасных расчетов». Для того, чтобы точно понимать, что вы можете воспользоваться упрощенным порядком получения вычета, в частности, например, получения имущественного вычета, в первую очередь необходимо обратиться в банк и уточнить, участвуют ли они в этом проекте, участвуют ли они в этом взаимодействии, и только после этого уже, соответственно, ожидать в личном кабинете налогоплательщика предзаполненное заявление. Что касается порядка подключения к этой системе, к такому упрощенному варианту, то в первую очередь, еще раз обращаю внимание, налогоплательщик должен быть подключен к нашему официальному сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Пользователи, которые имеют подтвержденную отчетную запись Единого портала государственных услуг, могут авторизоваться в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» без помощи налоговой инспекции. Для этого на странице входа в сервис необходимо выбрать вариант «Войти через госуслуги». Зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц можно в любой налоговой инспекции или отделении МФЦ. Достаточно иметь при себе паспорт. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».